Белгород. Эпоха победительства У нас в гостях историк, начальник управления по делам архива Белгородской области Павел Юрьевич Субботин. Павел, приветствую. О чем будем говорить сегодня? Добрый день, приветствую телезрителей. Сегодня мы будем говорить о том, без чего трудно жить в любой семье, в любом месте. Мы поговорим о торговле. Торговля касалась каждую семью, потому что заканчивался рабочий день. И все семьи, расходясь по домам, они обязательно должны были зайти в магазин, взять какой-то набор продуктов. У каждого свой. У каждого свой. И вот с этим набором, с этими авоськами, сумками, может быть пакетами, безусловно возвращались свертки. Свертки. Мы говорим про свертки, потому что... Полиэтилены пакеты появились значительно позже. Вообще тогда не было полиэтилена в нашем понимании, как мы его сейчас видим, в таком количестве. Безусловно, вот эта культура торговли, культура торговли, вот как раз в послевоенное время, она своими корнями уходит еще в довоенный период, а в чем-то даже в дореволюционный. И дело в том, что вот когда мы говорим вот про вот эту эпоху, это действительно еще культура. Потому что это была культура упаковки, это была культура... Взвешивания на весах. Взвешивания. Это была культура как раз расстановки продукции, товаров. На витринах и полочках. На витринах. По всем городам мы можем проследить, как были организованы именно, встроены магазины в городской застройке. То есть, как и где они располагались, как выглядели вывески, как были организованы магазинные витрины внешние. Мне очень нравится, что когда в Белгороде стали строить вот эти новые дома, типовые домики, двухэтажные. Еще когда город был районным центром, и первые годы, когда он был областным, мы обсуждали вот эти домики. Там как раз вот в некоторых из них, особенно если они занимали углы кварталов, то на первых этажах располагались преимущественно магазины, используя вот это место угловое. И, конечно, где-то, может быть, еще была какая-то парикмахерская, где-то, может быть, ателье, может быть, какой-нибудь пошив и так далее. Но во многих местах были именно магазинчики. Мне очень нравится по-человечески, когда я смотрю фотографии тех лет или даже где-то кинохронику. И вот видно, когда в Белгороде открывались как раз еще в той малоэтажной застройке вот такие магазины, то первое время над магазинными витринами со стороны улицы делали вот такие косые навесы для того, чтобы солнце сильно не заливало своим вот таким светом, может быть, продукцию, чтобы не повредить. И вот с этими даже навесами, опять же, это вопрос культуры, в том числе и интерьера, и экстерьера. То есть это и вывеска, и вот эти навесы, и вот эти витрины, и это плитка в магазине, и, безусловно, внутренние витрины, которые там стояли. Это униформа продавцов. И когда мы смотрим фотографии города, когда мы смотрим кинохронику, то есть мы везде видим вот эти магазины, очень много было гастрономов. То есть это еще до образования Белгородской области, еще до того, как город получил областной статус. И вот смотришь старые фотографии, видишь как раз вот много гастрономов, как правило, в угловых домах. Вот, и видишь, как люди стоят около магазинов, как люди там уже либо с авоськами, либо со свертками. По всему городу, по всему городу стояли киоски, по всему городу стояли отдельные палатки, а еще дополнительно, кроме этого, по всему городу ездили автолавки. Причем, если в наше время автолавка это вот... Это сельская какая-то вот примета. Нет, это сейчас, сейчас это целиком автомобиль, а тогда, то есть привозили прицеп такой, отцепляли, машина уезжала. А он как киоска стоял, оставался. Да, он продолжал, он продолжал, и вот, и даже могли вот по несколько штук вот таких вот лавок, киосок стоять. Они в этой части выполнили свою какую-то функцию, их потом вот опять же крепили, могли в следующий раз уже в другом месте и ими воспользоваться. Воспользоваться, в другом месте их разместить. Обеспечение города товарами, безусловно, это была важнейшая задача местных органов власти, потому что необходимо было обеспечить продуктами, необходимо было обеспечить одеждой, обувью, необходимо было обеспечить предметами, но в том числе и работы, то есть пища какая-то, бумага та же самая, канцелярка и так далее. В этом плане вот количество магазинов в городе было достаточно большое, постоянно росло, и вот как раз вот где-то вот уже к концу 50-х годов, то есть мы можем говорить о том, что по Белгороду, по его центральной части, это где-то 100 магазинов. То есть это 100 магазинов совершенно разного содержания, может быть даже размера, тем более, когда вот мы станем с вами говорить о том, что стали строиться большие дома, то есть уже после 54-го года дома большой этажности, в том числе это вот дома, которые были по проспекту Ленина, которые были по проспекту Мира, то есть сейчас это гражданский проспект, по другим нашим крупным улицам, то есть это дома высокой этажности, 5 и выше этажей, там стали открывать сразу гастрономы, универмаги, то есть это были крупные магазины, уже с такими отделами, которые нам больше знакомы, как рыбный отдел, там мясной отдел, молочка там и так далее, то есть это были уже магазины другого уровня, и я могу сказать, что, например, вот в этом плане 57-й год для белгородцев вот событием было, когда открыли первый в городе магазин самообслуживания, в котором покупатели сами брали корзинки, сами выбирали товар, то есть там не было продавцов. В Белгороде на улице Ленина открылся новый магазин. Торговля продовольственными товарами организована здесь по принципу самообслуживания. Входя в магазин, вы оставляете домашнюю сумку и взамен получаете металлическую сетку. В новом магазине сделать покупку значительно проще, чем в обычном гастрономе. Сахар, рис, макароны и другие продукты лежат на открытых полках в расфасованном виде. Кассир подсчитает стоимость ваших покупок, а контролерт тщательно упакует их. Вам остается только переложить покупки в свою домашнюю сумку. Словом, если хотите сэкономить время, идите в магазин без продавца. В чем особенность организации торговли, которая состоялась в 50-е годы, то есть организация вот этой сети торговых заведений, магазинов, универмагов, гастрономов, в том, что многие из этих магазинов, многие из этих гастрономов и универмагов, то есть они вообще дожили до наших дней. В том или ином виде, но тем не менее. Некоторые дожили прямо в таком виде, в котором появились в конце 50-х, в начале 60-х годов. То есть они вот прямо в таком виде до нашего времени дошли, и мы ходили туда, я ходил, ты ходил. То есть те же самые отделы, которые возникли когда-то в 57-м, 59-м, 61-м, 63-м годах. И многие горожане помнят эти магазины, то есть они буквально вот на наших глазах приобрели другую историю, либо ушли окончательно в эту историю. Или вы сменили юридический там статус, и были поделены на несколько. Речь идет о том, что вот созданная тогда торговая сеть вот этих основных торговых предприятий, она просуществовала не просто вплоть до распада Советского Союза, она потом еще 20 лет существовала. Опять же, вот если мы говорим про 57-й год, когда открылся магазин самообслуживания, одним из важных таких событий в этом году, то есть вообще год был богат на события, в том числе в торговой сфере, это было открытие нового колхозного рынка. Мы его сейчас называем центральный рынок. Он действует до сих пор, то есть вот там же, где и сейчас он располагается. Как раз на тот период выделили под этот рынок большое пространство, как тогда считали. И, конечно, сразу запланировались там и вот эти вот молочные ряды. Это было сразу несколько вот таких вот открытых, но с крышкой двухскатных вот таких вот рядов, где можно было приехать тем же колхозникам, выставить свою молочную продукцию. Были местные ряды, был мясоразделочный отдельный магазин, был магазин скобяных товаров, причем они потом еще по... Скобяные товары бывают разных видов, разных типов, то есть они потом еще дополнительно там такие магазины появлялись. То есть вот эта большая на тот период территория колхозного рынка, как мы сейчас называем его, центрального рынка, она постепенно-постепенно застраивалась. То есть вот эта территория, она развивалась в торговом отношении. У нас сохранились как раз фотографии тех лет вот этого рынка. Это видны вот эти торговые ряды, это торговые точки. Причем вот еще в самом раннем облике, еще до появления позднейших капитальных построек уже... Крытого рынка, который позже появился. До появления. Там уже были крытые постройки, но это еще самый-самый первый колхозный рынок. И последнее, что нужно сказать в этой теме, в теме торговли, уже когда мы говорим про начало 60-х годов, то важнейшим событием в истории города, это стало завершение строительства в 63-м году по типовому проекту универмага «Маяк». Длительное время это был самый крупный, самый большой магазин нашего города. В Белгороде недавно открылся новый универмаг «Маяк». В Белгороде недавно открылся новый универмага «Маяк». Насколько я помню, универмаг «Маяк» он строился в несколько приемов. Первый как раз был построен в 63-м году, как раз вот эта угловая часть, да? А дальнейшие еще торговые площади были пристроены позже, по-моему, в 70-е уже годы, если я не ошибаюсь. Там еще менялся у него статус. Первое это время он вообще был просто универмаг. Потом он стал детский мир. Очень хорошо помню. А потом он снова стал универмаг. И вот сейчас он до сих пор работает, причем работает по своему прямому назначению. И мы застали время, когда универмаг «Маяк» был весь закрыт рекламой, и его не было видно в том виде, в котором его построили в советское время. А потом решили снять вот эту рекламу и открылся снова. Он в своем первозданном виде, в красивом виде. Сейчас даже вот с той незначительной рекламой, которая на нем размещена, то есть мы видим вот тот архитектурный облик, который изначально планировался. И это действительно красиво, то есть это действительно стильно. И что особо радует, вот опять же мы сказали, что некоторые магазины тех лет, некоторые гастрономы, они прекратили свою историю. Но вот универмаг «Маяк», вот как открылся в 63-м году, вот он до сих пор выполняет свою прямую функцию. Поэтому у нас есть вот такие старожилы, в том числе и в нашей торговле. Улицу нашего детства хочется вновь поведать, Утренним солнцем согреться, выйти с друзьями отдать. Старый наш сад, где у оград юные липы стоят.